Эрнест Хемингуэй. Индейский посёлок. На озере у берега была причалена чужая лодка. Возле стояли два индейца, ожидая. Ник с отцом перешли на корму. Индейцы оттолкнули лодку, и один из них сел на весла. Дядя Джордж сел на корму другой лодки. Молодой индейец столкнул её в воду и тоже сел на весла. Обе лодки отплыли в темноте. Ник слышал скрип, уключен другой лодки далеко впереди, в тумане. Индейцы гребли короткими резкими рывками. Ник прислонился к отцу, тот обнял его за плечи. На воде было холодно. Индейец грёб изо всех сил, но другая лодка всё время шла впереди, в тумане. «Куда мы едем, папа?» — спросил Ник. «На ту сторону, в индейский посёлок. Там одна индианка тяжело больна». «А-а-а», — сказал Ник. Когда они добрались, другая лодка была уже на берегу. Дядя Джордж в темноте курил сигару. Молодой индейец вытащил лодку на песок. Дядя Джордж дал обоим индейцам по сигаре. От берега они пошли лугом по траве, насквозь промокшей от росы. Впереди молодой индейец снёс фонарь. Затем вошли в лес и по тропинке выбрались на дорогу, уходившую вдаль к холмам. На дороге было гораздо светлей, так как по обе стороны деревья были вырублены. Молодой индейец остановился и погасил фонарь, и они пошли дальше по дороге. За поворотом на них с лаем выбежала собака. Впереди светились огни лачуг, где жили индейцы-корьёвщики. Ещё несколько собак накинулось на них. Индейцы прогнали собак назад к лачугам. В окне ближайшей лачуги засветился огонь. В дверях стояла старуха, держа лампу. Внутри на деревянных нарах лежала молодая индианка. Она мучилась родами уже третьей сутки. Все старухи посёлка собрались возле неё. Мужчины ушли подальше. Они сидели и курили в темноте на дороге, где не было слышно её криков. Она опять начала кричать, как раз в ту минуту, когда оба индейца и Ник, вслед за отцом и дядей Джорджем, вошли в барак. Она лежала на нижних нарах. Живот её горой поднимался под одеялом. Голова была повёрнута вбок. На верхних нарах лежал её муж. Три дня тому назад он сильно поранил ногу топором. Он курил трубку. В лачуге очень дурно пахло. Отец Ника велел поставить воды на очаг, и пока она нагревалась, говорил с Ником. — Видишь ли, Ник, — сказал он, — у этой женщины должен родиться ребёнок. — Я знаю, — сказал Ник. — Ничего ты не знаешь, — сказал отец. — Слушай, что тебе говорят. То, что с ней сейчас происходит, называется родовые схватки. Ребёнок хочет родиться, и она хочет, чтобы он родился. Все её мышцы напрягаются для того, чтобы помочь ему родиться. Вот что с ней происходит, когда она кричит. — Понимаю, — сказал Ник. В эту минуту женщина опять закричала. — Ох, папа, — сказал Ник, — разве ты не можешь ей дать чего-нибудь, чтобы она не кричала? — Со мной нет анестезирующих средств, — ответил отец. — Но её крики не имеют значения. Я не слышу её криков, потому что они не имеют значения. На верхних нарах муж индианки повернулся лицом к стене. Другая женщина в кухне знаком показала доктору, что вода вскипела. Отец Ника прошёл на кухню и половину воды из большого котла отлил в таз. В котёл он положил какие-то инструменты, которые принёс с собой, завёрнутыми в носовой платок. — Это должно прокипеть, — сказал он, и, опустив руки в таз, стал тереть их мылом, принесённым с собой из лагеря. Ник смотрел, как отец стрёт мылом ту одну, ту другую руку. Проделывая это с большим старанием, отец одновременно говорил с Ником. — Видишь ли, Ник, ребёнку полагается идти головой вперёд, но это не всегда так бывает. Когда это не так, он всем доставляет массу хлопот. Может быть, понадобится операция. Сейчас увидим. Когда он убедился, что руки вымыты чисто, он прошёл обратно в комнату и приступил к делу. — Отверни одеяло, Джордж, — сказал он. — Я не хочу к нему прикасаться. Позже, когда началась операция, дядя Джордж и трое индейцев держали женщину. Она укусила дядю Джорджа за руку, и он сказал, «Ах, сукина дочь!» И молодой индейец, который вёз его через озеро, засмеялся. Ник держал таз. Всё это тянулось очень долго. Отец Ника подхватил ребёнка, шлёпнул его, чтобы вызвать дыхание, и передал старухе. — Видишь, Ник, это мальчик, — сказал он. — Ну как, тебе нравится быть моим ассистентом? — Ничего, — сказал Ник. Он смотрел в сторону, чтобы не видеть, что делает отец. — Так, ну теперь всё, — сказал отец, и бросил что-то в таз. Ник не смотрел туда. — Ну, — сказал отец, — теперь только наложить швы. Можешь смотреть, Ник, или нет, как хочешь. Я сейчас буду зашивать разрез. Ник не стал смотреть. Всякое любопытство у него давно пропало. Отец кончил и выпрямился. Дядя Джордж и индейцы тоже поднялись. Ник отнёс таз на кухню. Дядя Джордж посмотрел на свою руку. Молодой индейец усмехнулся. — Сейчас я тебе промою перекисью, Джордж, — сказал дождь. Доктор. Он наклонился над индианкой. Она теперь лежала совсем спокойно с закрытыми глазами. Она была очень бледна. Она не сознавала ни что с её ребёнком, ни что делается вокруг. — Я приеду завтра, — сказал доктор. Сиделка из Сент-Игнеса, наверное, будет здесь в полдень и привезёт всё, что нужно. Он был возбуждён и разговорчив, как футболист после удачного матча. — Вот случай, о котором стоит написать в медицинский журнал, Джордж, — сказал он. Кесарево сечение при помощи складного ножа и швы из девятифунтовой вяленой жилы. Дядя Джордж стоял, прислонившись к стене, и разглядывал свою руку. — Ну, ещё бы. Ты у нас знаменитый хирург, — сказал он. — Надо взглянуть на счастливого отца. Им, пожалуй, всех хуже придётся при этих маленьких семейных событиях, — сказал отец Ника. Хотя, должен сказать, он это перенёс на редкость спокойно. Он откинул одеяло с головы индейца. Рука его попала во что-то мокрое. Он встал на край нижней койки, держа в руках лампу, и заглянул наверх. Индеец лежал лицом к стене. Горло у него было перерезано от уха до уха. Кровь лужей собралась в том месте, где доски прогнулись под тяжестью его тела. Голова лежала на левой руке. Открытая бритва лезвием вверх валялась среди одеял. — Уведи Ника, Джордж, — сказал доктор. Но он поздно спохватился. Нику от дверей кухни отлично были видны верхняя койка и жест отца, когда тот, держа в руках лампу, повернул голову индейца. Начинало светать, когда они шли обратно по дороге к озеру. — Никогда себе не прощу, что взял тебя с собой, Ник. Все его недавнее возбуждение прошло. Надо же было случиться такой истории. — Что женщинам всегда так трудно, когда у них родятся дети? — спросил Ник. — Нет, это был совершенно исключительный случай. — Почему он убил себя, папа? — Не знаю, Ник. Не мог вынести, должно быть. А часто мужчины себя убивают? — Нет, Ник, не очень. — А женщины? — Еще реже. — Никогда? — Ну, иногда случается. — Папа? — Да. — Куда пошел дядя Джордж? — Он сейчас придет. — Трудно умирать, пап? — Нет, я думаю, это совсем не трудно. Все зависит от обстоятельств. Они сидели в лодке. Ник на корме, отец на веслах. Солнце вставало над холмами, плеснул окунь, и по воде пошли круги. Ник опустил руку в воду. В резком холоде утра вода казалась теплой. В этот ранний час на озере в лодке возле отца, сидевшего на веслах, Ник был совершенно уверен, что никогда не умрет. Взлетит. — Взлетит. — Взлетит. — Взлетит. — Взлетит. — Взлетит.